Приветствую вас. Я думаю, что, ну вот, знаете, я всегда в таких вот случаях, да, когда мы говорим про детей и про мальчика или про девочку, всегда стараюсь обратить внимание родителей на то, что они взрослые того же слова, что и ребёнок может и должен помогать ребёнку осваивать. Это просто не просто, какой-то, какой-то взрослый, да, не просто, какой-то вот случайный взрослый. А это взрослый именно, который бы вызывал какие-то чувства. То есть это может быть взрослый, ну это может быть родитель, вот, это может быть родитель. А это может быть и не родитель. Не обязательно это может быть родитель, это может быть кто-то другой, но желательно, конечно, чтобы это был именно родитель. Желательно, чтобы это был родитель. Вот. Почему? Потому что только родитель учит ребёнка, значит, тому, как вообще вот справляться с определённым опытом жизненным. Вот. Что с ним делать опытом жизненным. Вот. И как можно его прорабатывать в себе. То есть, условно говоря, мама, да, не может дать того необходимого опыта мальчику в том, что касается, например, игры в футбол или проигрыш в футбол. Ну, неправильно, мама, ну, плохая, там, с ней что-то не так, да. Просто потому что маме это немножко вот чуждо. И это нормально, что чуждо. Вот. Ну, ребёнок такой опыт нужен. Вот. И он может получить этот опыт от, грубо говоря, мужчин. Ну, допустим. 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 Вот. Мужчина. Вот. Это один момент. Вот. Как ребёнок взаимодействует с родителями. С родителями. С отцом. Ну, или просто с мужчиной. Есть мужчина. Вот. Дальше. Следующий момент. Момент. Это момент, связанный с отношением к проигрышу. Вообще, именно сейчас. Вот. Именно. Именно, прям. Вот. Сейчас. Прям. Вот. Ээээээээ.. Это всё может быть связано с тем, что, во-первых, ребёнок у кого-то научился, вот, ну, к такому отношению к прогрессу. Например, научился у вас, например, научился у кого-то из родителей, да, например, у его папы или у вас. И, соответственно, он просто повторяет в некоторой степени вот то, что увидел у вас. И вполне вероятно, вполне может быть такое, что это, вот, знаете как, это следствие того, что ребёнок почувствовал себя неполноценным. Вот в какой-то степени ребёнок ощутил себя неполноценным. И вот в вопрос заключается. Ну, а почему ребёнок почувствовал себя неполноценным? Как вот, то есть как, условно говоря, такое? Могу сказать, возможно, что ребёнок почувствовал неполноценным. Это очень важно. И, как бы, это не про ребёнка, конечно, конечно. Но, вопрос заключается в том, готов ли вы это признак. Вы и окружение ваше. Я имею в виду... Именно ваше ощущение, ваша какая-то проблематика, которая, может быть, присутствует, имеет место быть. И это, соответственно, что с этим делом. Да, это вот, как раз, две моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание, потому что, в правильном случае, это, конечно, лучше, лучше. Дистанцируется от проблемы. Я имею в виду проблему, обратно говоря, только у ребёнка. Ну, вы никому хорошо не делаете. В том числе, в том числе, хорошо вы не делаете и ребёнку тоже, потому что для ребёнка это, к сожалению, конфликт. Для ребёнка это не какой-то, знаете, плюс, вот, который можно использовать. То есть, конечно, ну, любить проигрывать, как и сказал мой коллега, это хорошо. В плане, в плане... В плане... ...табы... ...что... ...эм... ...что это может быть стимулом. Для того, чтобы двигаться вперёд, для того, чтобы достигать своих целей и так далее. Но если этого во всём, а суть про суть, потому что вы описываете во всём, касаясь всего, ну ничего хорошего. Скорее всего, в этом нет и быть не может. Так что, я думаю, что именно в этом направлении вам нужно двигаться. Именно в эту, в эту сторону вам нужно двигаться. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация с ребёнком будет разрушена, а вы сможете найти выход из решения проблемы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok